Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий. Сегодня я, как обещал, коснусь вопроса повышения иммунитета растения. Вообще, это очень сложный вопрос, понимание которого, в принципе, легко добиться, рассматривая его через призму нашего с вами здоровья. Абсолютно похожие проблемы, абсолютно похожие причины и очень похожие способы решения этих проблем. Ну, конечно же, за исключением неких моментов, которые сводятся к отличию человека от растения. Итак, начнем с самого начала, а именно с семян. В принципе, так же, как и здоровый ребенок появится только тогда, когда его внутриутробному развитию ничего не мешало, он получал достаточно питательных веществ и заботы, точно так же мы должны следить за сохранением семян. Потому что семя, в принципе, это тот же ребенок внутриутроби у матери. Более того, при срезе семени мы видим некую даже схожесть на фотографии эмбриона человека. Хранение семян должно происходить при температуре от 0 до 5 градусов Цельсия. Ну, банально это просто в холодильнике. Это наиболее оптимальная температура хранения. Если же вы уверены, что все ваши семена будут использованы по весне, вы их будете высаживать целиком и полностью, значит, соответственно, можно и практиковать помещение семян в морозильник. То есть при минус 20. Это явно повысит общий иммунитет растения, полученных из этих семян, повысит жизненную силу этих семян. Но у этого способа хранения, а именно при минус 20, есть некие минусы. Это, как правило, то, что размораживать нужно по правилам. И всего лишь только один раз. При этом помещать в прохладное сухое место после морозилки и не допускать образования конденсата, потому что конденсат может привести к преждевременному загниванию этих семян, и они просто-напросто пропадут. Ну и существует возможность, конечно, какого-то отключения временного морозильника, или же вы случайно на буквально короткое время семена достанете, что тоже может повредить их здоровью. Поэтому, если вы правильно хранили семена, то вот такое их замораживание абсолютно четко приведет к повышению общего иммунитета растения. Следующий этап – это проращивание семян и рассада. И ошибки здесь могут быть точно такие же, как, в принципе, и с новорожденным ребенком. То есть это две, по сути дела. Это либо перекормить, либо излишняя забота. Поэтому, что касаемо перекормки, это значит, что семена не помещаем никогда в излишне переудобренную жидкость или переудобренную почву, потому что дополнительные соли и повышенные концентрации будут мешать проращиванию семян. Если же вы практикуете замачивание семян перед проращиванием, скажем так, в концентрированном растворе соли, что, в принципе, повышает общий иммунитет растения, то обязательно после такого замачивания, это примерно столовая ложка сверху соли на литр воды, после такого замачивания от излишней соли семена рекомендуется промывать, потому что наличие остатков этой соли будет явно препятствовать проращиванию семян. Более того, если же семена покрыты глазурью от производителя, то с такими семенами манипуляции никаких мы не проводим, потому что в глазурь, в ее состав, производители, как правило, включают различные стимуляторы роста, а также защиту от болезней. Кроме того, на этом этапе растение обязательно должно образовать связь со своими микропомощниками. Что это? Это бактерии, грибы микорезообразователи, актиномицеты, которые в дальнейшем будут всю жизнь рядышком с этим растением и помогать ему в любых плохих условиях и регулировать в целом его иммунитет, а также помогать добывать питательные вещества. Помните, что к моменту посадки в почву эти все помощники должны быть активированы, то есть приведены уже непосредственно к жизни, если они находились в стадии спор или каких-то фиксированных препаратов, фиксированных на, скажем, минеральных гранулах. Для активации этих помощников необходимо приготовить раствор сахара в воде, скажем, чайную ложку в пол-литре воды, добавить туда небольшое количество дрожжей, и через час этой жидкостью можно замочить, скажем, гранулы триходермы или другие фиксированные препараты, или же препараты на основе спор бактерий или актиномицетов. Для оживления почвы, которая уже содержит микорезообразователи, достаточно эту почву просто увлажнить. И уже затем в эту почву благополучно можно пересадить или посадить семена, которые проросли, получив более здоровые проростки. Ну и, конечно, об излишнем уходе. Каждый из нас грешит этим желанием излишне оберегать своих детей, что, в принципе, не рекомендуют ни педагоги, ни хорошие педиатры. Дайте организму волю и личную свободу, и наш иммунитет как физический, так и личностный будет сформирован на гораздо более высоком уровне. То же самое и с растением. Растение в своем развитии должно, обязано просто встречаться со своими врагами и знать их в лицо. Поэтому наилучший способ повысить общий иммунитет рассады, это как раз и будет применение закалки. Что это значит? Это значит, что рассаду рекомендуется помещать в различные условия, на ночь желательно в более прохладное место, чередовать теплое и прохладное место, темнота и освещение, чтобы иммунитет растения набирался гибкости, а также возможности очень быстро реагировать на эти манипуляции. С наступлением же теплых дней весенних рассаду можно выносить на улицу, в парнике оставлять, под спонгондом. И также не забываем о том, что растения на данном этапе, а также после высадки в грунт могут получать ожоги от открытых лучей солнца. Соответственно, даже к солнцу нужно растения приучить, потому что при посадке в грунт, в яркие солнечные дни свежая рассада может просто погибнуть или же получить ожоги. Ожоги приводят к тому, что в эти места активно вторгаются другие патогены, растения заболевают, погибают, а человек не понимает, что происходит и начинает пользоваться различными химическими препаратами или же грешит на те, которые применял. Соответственно, мы должны к солнцу приучить растение, выносить его на открытый воздух, все дольше и дольше оставляя под открытыми лучами солнца. И к чему это приводит? К тому, что растение тренирует способность своих клеток менять положение хлоропластов и структуру молекул хлорофила. Это такие маленькие детальки, которые находятся в каждой клетке растения и, в принципе, отвечают за зеленый цвет растения. Ну, а помещая растение то в холод, то в тепло, мы учим растение тренировать свой иммунитет в плане изменения концентрации сока. Потому что иммунитет растения, который позволяет ему выдерживать холода и даже, скажем там, июньские заморозки ночные, это способность растения менять концентрации солей и сахаров в своем соке. При этом очень важна именно скорость изменения. То есть иммунитет растения зависит от скорости изменения концентрации своих внутренних соков. Ну что ж, на этом этапе будем считать, что мы растение воспитали. Мы дали ему все возможное точно так же, как мы даем все возможное для своих детей до момента подростка. Так вот, сейчас уже наступает новый стресс. Мы высаживаем растение, нашу рассаду в открытый грунт, а это тоже стресс. Чем ему мы можем помочь? Да, в принципе, все то, что мы до этого делали, как раз и было призвано подготовить растение к пересадке. Поэтому мы берем растение, аккуратно пересаживаем, сохраняем ком грунта вокруг корней, потому что именно там уже образовалось своего рода государство из бактерий и грибов, которые помогают растению. И не забываем теперь про новые условия, а именно про хорошую подкормку. Потому что растения на данном этапе, как подростки у человека, очень много едят и очень быстро вытягиваются в длину. Поэтому вода, воздух, солнце, минеральные вещества – это все про хорошие условия. Конечно же, активный иммунитет, о котором мы все знаем, который присутствует у нас с вами, мы у растения повысить не особо способны. Он, как правило, характерен для конкретных видов и сортов растения. При этом спектр его изменения и скорость мы можем корректировать наличием хороших благоприятных условий, а именно питание. Так же, как и у человека, питание должно быть сбалансированным. Что это значит? Это значит, что количество и качество, доступность микроэлементов для растения должно быть на определенном уровне. Перекармливать растения нельзя. Так же, как и у человека, излишняя еда будет приводить к его излишнему набору массы. Это будут пережиматься лимфатические сосуды, застаивается жидкость. Отсюда болезни. Но это у человека. А у растения то же самое. Рыхлость его тканей. Это растение будет отдавать все силы для наращивания всей биомассы, при этом не будет укреплять свои сосуды, по которым происходит ток жидкости вниз-вверх по растению. И это будет тоже приводить к понижению иммунитета растения. Сложно нам рассчитать, какое количество удобрений вносить под каждое конкретное удобрение. Поэтому наличие дружественных микроорганизмов в почве будет выполнять эту функцию за нас. Микроорганизмы будут также поставлять растению и воду, и минеральные органические вещества прямо непосредственно в клетки корней растения. Поэтому на этом этапе мы должны опрыскивать растения доступными биопрепаратами. На основе синой палочки, триходермы, дрожжей. Кто-то использует водоросли. Для чего это делается? Для того, чтобы на данном этапе растение узнавало своих врагов и своих друзей, которые могут помогать ему. Все эти опрыскивания приводят к тому, что растение начинает отличать свой-чужой и учится реагировать на дружественные микроорганизмы. Точно так же в нашем с вами кишечнике существует вместе с нами огромное количество бактерий. И нужно сказать, что у нас с вами в кишечнике существуют клетки, которые там активно ползают. Они знакомятся со всеми обитателями нашего кишечника. Тех, которых они знают, то есть дружественные микроорганизмы, они как будто бы пожимают за руку. Они с ними знакомятся еще более тесно, близко. Тех, которых не знают, они проверяют многократно. Они их общупывают, можно сказать, и так, как будто бы на предмет наличия чего-то запрещенного. Всю эту информацию они передают в лимфоидные ткани, в костный мозг, для того, чтобы новая популяция этих клеток уже знали, с чем им придется столкнуться. К сожалению, у растений таких ползающих клеток нет. Однако природа снабдила вот этим механизмом узнавания свой-чужой практически все клетки растения в той или иной мере. Поэтому растение может на определенном этапе отличать дружественных микроорганизмов от патогенных. Как это происходит? Если после контакта с каким-то микроорганизмом, скажем, грибом, не происходит разрушение клеточной стенки растения, не происходит, соответственно, выброс специфических сигнальных таких молекул, которые говорят, вот мы подверглись атаке, то значит растение этому микроорганизму присваивает, скажем так, код, что это дружественный организм и больше на него реагировать не будет. В случае же, если растение подверглось атаке патогена, произошло разрушение тканей, растение в дальнейшем сможет на такой патоген реагировать более усиленными темпами. Ну и, конечно, последнее. Нас с вами всегда интересовало, есть ли некий такой химический элемент или химическое вещество, с помощью которого мы, опрыскав, можем повысить вот как раз общий иммунитет растения. И здесь я хочу сказать, что да, в последнее время все больше известности приобретает такое вещество, как солициловая кислота. В зарубежной литературе его вообще называют гормоном иммунитета. Это вещество, оно гормоноподобное, синтезируется в клетках растения в ответ на воздействие любых патогенов и неблагоприятных условий. Так как это гормоноподобное вещество, то действует оно в очень маленьких концентрациях. Поэтому мы можем с вами, используя обычную солициловую кислоту, которая продается в аптеке, этот флакончик на 20-25 миллилитров, мы можем развести в 10 литрах обычной воды и опрыскивать наши растения. Причем опрыскивать нужно не тогда, когда вам просто захотелось повысить иммунитет растения, а тогда, когда растению это действительно необходимо. Холодные периоды в июне-июле, резкое понижение температуры, дождливая пора, когда растения испытывают по-настоящему стресс. Опрыскивание может привести к повышению иммунитета растения, и оно способно довольно легко пережить любые неблагоприятные условия и атаки различных болезней. Но здесь есть одна особенность. Опрыскивать нужно только тогда, когда растение испытывает стресс. Струю опрыскивателя нужно направлять вертикально вверх, как бы промывая нижние плоскости листа, потому что количество устиц максимально именно с нижней поверхности листа. При этом делать максимальное распыление при максимальном давлении. Также нужно знать, что нельзя пользоваться этим методом многократно, так как с каждым использованием салициловой кислоты действие ее уменьшается, потому что растение начинает уменьшать уровень собственной салициловой кислоты и способность на нее адекватно реагировать. Я надеюсь, эта информация вас заинтересовала. Она заставит вас читать необходимую литературу, а не коммерческие источники. На этом я с вами прощаюсь. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова